Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Этика бизнеса» и ее ведущая я, Галина Артеменко. А сегодня у нас в гостях главатчик Юрий Александрович, менеджер по связям с государственными органами «Данон Россия». Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Юрий, расскажите, пожалуйста, каким образом вы понимаете корпоративную социальную ответственность и как это понимается в вашей компании? Естественно, я скажу от имени компании, хотя, безусловно, точка зрения совпадает и с моей личной. Корпоративная социальная ответственность – это бизнес-подход в компании, когда мы понимаем, что возможности развития с точки зрения экономики – это не единственное, что можно учитывать в нашей работе. Мы здесь смотрим на это немножко шире. Мы понимаем, что мы существуем в неком обществе, мы понимаем, что мы работаем с некими социальными группами. И мы понимаем, что каждый наш проект, как это касается, будь то маркетинга, будь то логистики, будь то чего-то еще, он необходим, чтобы он был всегда связан с социальным аспектом. Ну, даже ваши продукты связаны. Безусловно. С социальным аспектом. А на что в основном? Вот какие проекты являются основными в вашей компании? Вы имеете в виду с точки зрения социальной ответственности. А здесь несколько направлений есть. Мы выступаем за здоровый образ жизни, поэтому у нас есть ряд программ, которые поддерживают это. Например, у нас есть замечательная программа в детских садах, когда детишкам из старшей группы, специально обученные педагоги, и рассказывают в игровой форме о том, что такое пищеварительная система, что такое правильный рацион, что такое замечательные, правильные продукты и так далее. А потом дети приходят домой и рассказывают это родителям. Понимаете, они, безусловно, это рассказывают. Вопрос в том, что там нет ни одного бренда нашей компании. То есть детям не рассказывают о том, что нужно пить тот бренд или другой бренд. Им рассказывают о том, что, ребят, нужно кушать кашку, нужно кушать молочные продукты, безусловно, нужно кушать мясо и так далее. Но при этом не очень хорошо пить газировку или какие-то другие, какие-то снеки, условно говоря. Опять-таки, без какого-либо брендов мы здесь не работаем на то, чтобы очернить какую-то другую компанию и так далее. Мы просто рассказываем о том, что такое здоровое питание с точки зрения, допустим, тех врачей, которые на сегодняшний день имеют определенный вес в этом поле. И, естественно, мы делаем это адаптированно, чтобы детям это было понятно. А где это происходит? Это в Москве или в регионах? Вы знаете, это происходит... Да, расскажу немножко об этом. У нас был пилотный проект еще в 2012 году. Мы провели порядка 100 садов, мы охватили в московском регионе. А затем мы провели уже такой полноценный проект именно в 2012 году. У нас всего было охвачено больше 590 садов. И это было в шести регионах России. В этом году мы проект продолжаем. В этом году он у нас будет в Самаре, в Краснодаре, в Питере, в Екатеринбурге и так далее. То есть в этом году мы планируем еще порядка 600 садов охватить. А это есть какая-то привязка к вашим заводам, например? Вы знаете, безусловно, это тоже есть, но мы здесь работаем исходя из того, что все-таки где нам на сегодняшний день, мы понимаем, что наиболее там какие-то сложные ситуации с точки зрения того, как некой статистики относительно детского питания и так далее и тому подобное. Потому что, естественно, все это можно получить в тех же самых департаментах образования и так далее и тому подобное. Поэтому мы ориентируемся помимо того, что нам интересуют некие бизнес-интересы, присутствуют. Здесь есть и, конечно же, именно та социальная составляющая, когда мы понимаем, что, допустим, для Екатеринбурга сейчас важно в этом количестве детских садов провести это мероприятие. Да, здорово. Помимо этого, есть достаточно хорошая, интересная программа по развитию наших поставщиков. У нас даже есть отдельное направление в компании, скажем так, некий департамент, который занимается отдельно развитием поставщиков. Им тоже рассказывается про здоровый образ жизни и здоровое питание. Нет, у них немножко по-другому. То есть, как вы понимаете, мы компания перерабатывающая, но у нас есть одно большое направление с сырьем – это молоко. То есть, именно благодаря тому, что в России есть молоко, мы и работаем здесь. И с этой точки зрения наши сотрудники стараются рассказать нашим поставщикам, каким образом можно правильно создавать рационы для коров, каким образом правильно их содержать, каким образом повышать надои, без дополнительных вливаний финансовых и так далее. И вот мы на базе вот этой идеи сейчас создаем специальный тренинговый центр для фермеров, когда, условно говоря, если вы являетесь предпринимателем или компанией, которая есть в активах некое хозяйство, которое занимается производством молока, вы понимаете, что где-то не хватает эффективности. Допустим, вы каким-то образом кормите коров, но они все равно не дотягивают, скажем так, или до среднего, или до более высокого уровня надоя. Вот, и вы можете приехать к нам, поучаствовать там. У нас пока сейчас есть базовый пятидневный тренинг, поучаствовать в этом тренинге и, собственно говоря, получить те знания, которые в дальнейшем помогут вам оптимизировать, вот, скажем так, затраты на корма, затраты на ветеринарное обслуживание, сформировать правильную схему кормления животных, правильную схему воспроизводства животных. Таким образом, чтобы действительно понять, каким образом, вот эти, условно говоря, 100, 200, 300, 500 коров, которые у вас есть, они могут делать для вас больше, причем без ущерба для здоровья. Я вот сейчас не очень понимаю, а вам от этого, что, какая выгода конкретно данная? Молоко. Мы, естественно, заинтересованы в большем объеме качественного молока, потому что, понимаете, молоко есть, понятно, что просто есть молоко, но молоко не просто вот белая какая-то масса, которая приходит к нам на завод, нас интересует именно качественное молоко. Мы, потому что мы закупаем только молоко первого и высшего сорта. Естественно, сортность определяется различными показателями, наличием белка, жира в молоке и так далее. Вот, поэтому мы хотим, чтобы люди, которые поставляют нам молоко, действительно, они как можно больше объема именно качественного молока. Получается, что вот социальная ответственность и программа по социальной ответственности, фактически, они выгодны для Данон. Безусловно, об этом ничего страшного я не вижу, понимаете? Это совершенно нормально для бизнеса. Нет, просто есть такой некий стереотип о том, что корпоративная социальная ответственность, это одна из частей, там есть благотворительность, но фактически никто не может измерить эффективность корпоративной социальной ответственности. У вас это как-то измеряется? Безусловно, мы измеряем это. Есть с одной стороны количественные показатели, если мы говорим о той программе, которая проходит в детских садах, мы понимаем, что у нас там несколько десятков тысяч человек в определенном году получил такую-то информацию. И планируем, соответственно, здесь, или там было охвачено порядка 590 садов, скажем так. Что касается качественных вещей, то мы здесь больше, допустим, ориентируемся на вот эту вот историю с фермерами, с поддержкой. Мы понимаем, что за счет вот этого проекта и объема, и качества молока, поставляемого нам, вот у тех людей, которые у нас обучатся, оно улучшится и увеличится, соответственно. Поэтому мы понимаем, что здесь за счет просто объяснения, вот к тому же самому зоотехнику, как правильно эти коровы содержать. Но действительно, я тоже в этом был глубоко удивлен, когда мне коллеги рассказали об этом. Это было очень, так я говорю, честно, необычно. Что действительно, если корову правильнее кормить, если ее правильнее содержать, если ее за ней чаще ухаживать и правильно доить. Все то же самое, что в детском саду. Абсолютно, да. Она может, ну практически, да. То она может, безусловно, давать при прочих равных условиях, даже несмотря на то, что никаких дополнительных финансовых выливаний не будет, она будет давать больше молока, причем качественного. И нам, естественно, это интересно, потому что мы, как производители, заинтересованы в качественном сырье. Мы, естественно, на рынке не одни, у нас есть конкуренты, и мы поэтому вьемся за то, чтобы наши поставщики производили больше молока и больше качественного молока, потому что только качественное молоко используется в наших продуктах. А еще скажите, пожалуйста, Данон, международная компания, и когда вы объединились с Юниемилком, как-то повлияло это на корпоративную социальную ответственность, на проекты? То есть у Юниемилка же тоже наверняка были проекты? То есть вы слились в том числе в корпоративных проектах по социальной ответственности, либо Данон пошел только своим путем, и все остальные проекты были убраны? Вы знаете, замечательный пример этого, это, наверное, то, что было много разных программ и у Данона, и у Юниемилка с точки зрения социальной ответственности. Но я хочу сказать, что вот сейчас одна из, наверное, трех программ, о которой я еще как раз не рассказал, это программа, которая была создана Юниемилком и развивалась Юниемилком, и мы сейчас очень благодарны Юниемилку за это, потому что программа, которая была, есть, посвящена вопросам развития молодежи. Мы занимаемся популяризацией молочной отрасли в качестве платформы для построения карьеры для молодежи. Называется у нас поколение Милк. Такое, знаете, молочное поколение, когда ребята, которые на сегодняшний день обучаются в каких-то хозяйственных вузах или планируют обучаться, там, допустим, они являются членами ученических производственных бригад, что сейчас очень развивается при помощи Министерства сельского хозяйства на селе, когда ребята, допустим, уже в 7-8 классе получают некую профориентацию, и они понимают, что они дальше могут работать прямо на земле. Там неважно, кто они будут агрономами, допустим, там, зоотехниками или кем-то еще. Но вот мы, собственно, и пытаемся этим ребятам рассказать, что молочная отрасль, как переработка, так и производство, это действительно современная история. То есть, допустим, если мы говорим о производстве молока, то это могут быть действительно большие комплексы с серьезной автоматизацией. То есть не то, что бабушки сидят на скамеечке и доят коров, а действительно огромное предприятие с огромными инвестициями, и там действительно перспективно работают. То есть многие хозяйства, которые создаются на сегодняшний день, они предоставляют очень хорошие социальные льготы своим сотрудникам. Тем самым вы еще дополнительно оставляете молодежь в том регионе, в котором она родилась. Безусловно, безусловно. В том-то и дело, мы хотим, чтобы человек оставался в том регионе, в котором он есть, чтобы он работал на компанию, которая предоставляет нам продукцию, нам сырье для наших продуктов. И тем самым, то есть это, значит, такая цепочка, когда молодые кадры остаются на месте, и это выгодно и компании нашей, это выгодно и региону, это выгодно и самим ребятам. Потому что действительно они вместо того, чтобы в большей степени конкурировать в каких-то крупных городах, они остаются в регионе и получают действительно хорошие социальные льготы изначально уже. То есть просто закончив, допустим, какое-то высшее учебное заведение или среднеспециальное техническое учебное заведение, они действительно работают на местах, и получая при этом явно не меньше, чем они могли бы получить в каком-то крупном городе. А вот эта программа, она какое количество времени действует? С какого года она идет? Она действует с 2009 года. То есть это уже четвертый год, то есть уже пятый практически. Если дети, например, поступали в техникуме, то они уже их закончили, то есть уже какой-то эффект должен быть. Есть эффект, безусловно, и мы сейчас видим, я сам наблюдаю некоторые лица, действительно забавно, вот недавно был на заводе в Чехове, там несколько человек как раз тоже подходили и рассказывали, потому что мы как раз занимались там съемками ролика для программы, для этой, чтобы ее немножко популяризировать в интернете, потому что мы понимаем, что все-таки молодежь сейчас находится в интернете, и нам нужно к этому тоже адаптироваться. Ну, наш канал тоже находится в интернете. Ну, это видите, как замечательно, да. Мы здесь, может быть, обменяемся когда-нибудь с вами баннерами и так далее. Поэтому мы... Приятно было действительно видеть на заводе те лица, которые вот когда-то участвовали в этой программе. Просто я как раз, ну, читал тоже информацию об этом, вот смотрел, что ребята у нас сегодня работают. А сейчас мы как раз хотим еще интенсифицировать это с той точки зрения, что вот не только к нам на заводы пусть ребята приходят, но и приходят к нашим поставщикам. Потому что действительно наши поставщики, это, ну, наверное, 100% наших поставщиков, это действительно хорошие, серьезные, большие компании. Пусть это будет разное количество голов, да, условно говоря, там, коров, которые находятся в хозяйстве, но так или иначе мы понимаем, что наши поставщики должны быть всегда самыми лучшими, потому что мы лидеры отрасли, и на нас смотрят другие компании. Вот, и поэтому мы гордимся тем, что мы можем порекомендовать этих поставщиков в качестве возможной площадки для работы для молодежи. Потому что действительно там и социальные гарантии, и хорошая заработная плата, и адекватная, и возможность развиваться и так далее и тому подобное. Потому что, естественно, мы, как крупный переработчик, мы хотим, чтобы и наши поставщики развивались, мы их обучаем, мы даем возможность увеличивать, скажем так, рентабельность предприятий. Естественно, увеличивая ориентабельность предприятий, компании появляется возможность заботиться о своих сотрудниках. Вот, собственно, такая опять-таки цепочка, когда мы от молодежи приходим в бизнес, и, соответственно, дальше идет такое общее развитие. Потом опять бизнес приходит обратно к молодежи. Да, абсолютно верно. Такой круговорот. Да. Очень интересная история. И какие проекты еще вы хотели бы осветить? То есть у нас, получается, в данный момент поколение Милк и проект по здоровому питанию в детских садах. Ну и проект, который мы развиваем, который мы развиваем поставщиков. Вот как бы хотелось на него еще раз отдельный акцент сделать. Действительно, что интересно в данном случае, что в России очень, наверное, совсем, я бы даже сказал, не много, а мало каких-то площадок, которые позволяют действительно производить грамотные тренинги. То есть повышение квалификации для фермеров. Почему? То есть в основном вся учеба сосредоточена... Может, это сейчас начинается? Вы знаете, нет, это есть. Это есть на базе вузов очень многих. Это есть какие-то подсобные свои хозяйства, на базе которых происходит некое обучение. Но вот так, чтобы это были отдельные тренинговые фермы, как это есть на Западе. Мы здесь не говорим о том, что конкретно только западные технологии и должны у нас применяться. Абсолютно нет. В России это, наверное, такое тоже как бы либо заблуждение, либо стереотип, что все технологии, которые сюда приходят, должны быть обязательно западными, и только там все самое лучшее. Поверьте, что отрасль производства молока в России очень специфична. И здесь есть очень большое количество профессионалов, которые знают, как работать именно здесь. И потому что они переняли там голландские, французские технологии, какие угодно еще. Хотя мы действительно стараемся это тоже привнести. Но это должен быть такой микс, скорее, технологий. Продолжим наш разговор буквально через одну минуту, а сейчас у нас время рекламы. Рекламная пауза. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Этика бизнеса». С вами в студии я, Галина Артеменко, и наш гость, головатчик Юрий Александрович, менеджер по связям с государственными органами компании «Данон». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Юрий, мы говорили перед рекламной паузой о вашей программе по корпоративно-социальной ответственности, связанной с поставщиками, с поддержкой поставщиков. А как она называется? Давайте продолжим. Да, действительно, спасибо за вопрос, потому что мы долго думали на это название. В итоге мы подумали, что это должно называться MBA, но, конечно, расшифровывается как «Молочная бизнес-академия». Вот, ну, такой, знаете, некий намек на то, что, с одной стороны, люди получают бизнес-образование какое-то, пускай в небольшом формате, в небольшом объеме. Хотя, действительно, может, даже не стоит так говорить, что в небольшом объеме. Действительно, ту информацию, те знания, которые они получают за эти пять дней, она, это помогает, потому что, прежде чем запускать проект, мы делали некий пилотный вариант этой программы, и мы увидели, что вот тот рост по объемам и по качеству молока, он действительно хороший, там, порядка 7%, 7-10%. То есть, фактически за пять дней обучения люди получают то количество знаний, которые потом позволяют им увеличить сдачу молока на 7%. И при этом обучение происходит бесплатно? Нет, обучение платное. Опять-таки, это тоже был достаточно серьезный вопрос. Почему? Мы для себя поняли, что... Бесплатный сыр, наверное, только в вашей ловке, да? Бесплатный. Не то, что даже этот мотив был, а в том, что когда люди приходят на бесплатное обучение, они немножко расслаблены. Да. А если они понимают, что, словно говоря, никто за них не заплатил, или там компания за них не заплатила, или сами не заплатили, но они будут расслаблены, они будут меньше внимания этому уделять, а когда тот же самый зоотехник знает, что ферма, на которой он работает, хозяйство заплатило за него какую-то сумму... Ну, он становится ответственным. Его могут спросить уже там, допустим, да, дорогой, мы за себя заплатили, но давай ты нам ответишь, что в итоге поменялось, и как ты это будешь внедрять, все эти истории. Поэтому мы посчитаем, что все-таки это важно, чтобы ферма платила за это образование. Но здесь мы готовы тоже идти, скажем так, делать шаг вперед, делать какие-то скидки, вот тем более в начальном этапе. А также мы работаем очень активно с государственными органами именно в регионах, объясняем, что это за проект, и призывая их помогать нам. Помогать, причем, не конкретно нам, да? Помогает? Вы знаете, да, вы знаете, да. Вот у нас потихонечку сейчас налаживаются отношения. Мы сейчас провели первый тренинг в Тюменской области в рамках этой программы, хотя у нас сам тренинговый центр, он находится в Липецке. Но мы понимаем, что мы должны, скажем так, показывать этот опыт в других регионах. И мы просто ищем неких партнеров, на базе которых мы можем это проводить. Но та учебная программа, которая в Липецке у нас, соответственно, сегодня утверждена, она проводится и в Тюмени, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Краснодаре, и в других городах, и вот сейчас опыт, который есть уже с Тюменской, центральная Россия, наверное, или нет? Ну, в данном случае это Урал. То есть потому что у нас есть опыт в Тюмени, действительно показывает, что администрация готова идти навстречу, она пытается сейчас найти какое-то финансирование на это дело. То есть она понимает, что то, что мы делаем, это важно не только Данону, как переработчику, а это важно действительно и самим поставщикам, это важно и области, которые просто вот эти самые увеличения рентабельности поставщиков скажутся и на налогах, Главное, что люди будут оставаться на той земле, в которой они родились. Безусловно. То есть не нужно будет никому уезжать. То есть, естественно, каждой администрации важно, чтобы население не сокращалось, в том числе и путем иммиграционных процессов неких. Поэтому действительно им это важно, они понимают, что вот это обучение даст возможность развития, даст очередной толчок к тому, чтобы отрасль развивалась. На самом деле у вас интересная история, потому что вы не только с B2C сектором работаете, но еще и с B2B, и это, я так понимаю, одно из важных направлений. Безусловно. Мы понимаем, что наши партнеры входят, скажем так, в тот пул неких социальных групп, с которыми мы работаем. Мы понимаем, что без того, чтобы развивались они, не будем развиваться им. Если мы на сегодняшний день оставим это все как есть, то, по сути, мы не будем наращивать объемы производства высококачественного молока, которое нам необходимо. Естественно, и мы затормозимся. А работая в этом направлении, это не единственная, скажем так, программа, которая идет на развитие поставщиков. У них есть свои возможности, которые другие не используют. Но если мы говорим о социалке, в данном случае, это тот момент, когда мы можем, помимо всего прочего, добавить еще некую социальную составляющую. Когда действительно мы даем возможность за небольшие деньги людям пройти некий тренинг, который позволит им потом действительно существенно увеличить, не на полпроцента, а на 7 до 10 процентов, это увеличение действительно очень неплохо. И за счет этого мы понимаем, что все-таки эта отрасль у нас сегодня социально значимая. То есть это все-таки пищевая промышленность и молочные продукты, они играют, наверное, одну из самых важных ролей в целом в системе питания россиян. Поэтому мы понимаем, что это развивать все необходимо. И развивая своих партнеров, мы развиваемся, естественно, и сами. А скажите, пожалуйста, Данон очень крупная компания. Да, естественно, у вас большие рекламные бюджеты. Насколько СМИ лояльно относятся к социально значимым проектам? Публикуют ли они вас не за деньги? Вы знаете, ситуация какая. Нельзя сказать однозначно. Все зависит опять-таки от проекта. И, наверное, наша задача в данном случае, моя, это чтобы вот такой проект стал действительно интересен, естественно, массовой информацией. Вот, потому что действительно, когда... И вообще это вам нужно? Вот вы, как компания, вы считаете, что вы должны об этом рассказывать или не должны? Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим в целом об интересе СМИ, да, к социальным проектам, то он, наверное, небольшой очень. Вот если мы сейчас как раз недавно обсуждали, что происходило некое исследование компании Грейлинг в 2016 году, которое выявило, что как раз достаточно низкий интерес со стороны СМИ к социальным проектам. Ну, это совершенно понятно, потому что рейтинги программ набирают исключительно происшествиями и временами новостями. Ну, в том-то деле, ты же видишь, что скандалы и скандалы, какие-то невнятные происшествия с какими-то людьми звездами, скажем так, это то, что интересно зрителю на сегодня или читателю, да. Но мы понимаем, что... Почему нам интересно, чтобы о наших проектах писали и говорили. Мы хотим показать... Опять-таки, мы лидеры отрасли, а когда ты являешься лидером, ты должен показывать пример всем остальным. Потому что, ну, если ты уже являешься лидером отрасли, значит, покупатель выбрал тебя, выбрал твои продукты, и ты выбрал за счет, не обязательно только рекламы, но за счет их качества, за счет, естественно, каких-то социальных направленностей, ассоциаций своих с этой компанией, да. Когда человек приходит и понимает, что вот, да, продукция компании, да, ну, это действительно качественная продукция, что компания заботится там о своих поставщиках и так далее и тому подобное. И мы хотим, чтобы и люди об этом слышали, и другой бизнес тоже смотрел на это как, например, того, как можно себя вести. Что социальные проекты, это не просто куда-то кому-то дал денег и забыл один раз. Да, или там кому-то вот просто вот, просто вот это, вот, понимаете, такая ситуация, когда действительно компания просто передает средства, и все. Вот мы больше придерживаемся того принципа. То есть вы контролируете, что происходит потом? Мы хотим дать, скажем так, не еду человеку, а обучить его какую-то еду самому добывать. Ну, так называемые социальные инвестиции. Да, да, абсолютно верно. То есть не то, что мы просто дали, и он в итоге от нас зависит полностью. Мы хотим сделать его независимым. То есть мы лучше, естественно, правильно то, как его обучить, чтобы он потом имел возможность каким-то образом своими знаниями эти деньги заработать, опять-таки, это возможность получить там своего пропитания и так далее и тому подобное. Нормального, адекватного, скажем так, существования. А как вы придумываете проекты? Вот мне всегда было интересно. Собирается три человека и решает, а сейчас мы будем делать вот это. Откуда у них берутся идеи? Как это? Ну, смотрите, идеи, естественно, как всегда, это, наверное, какое-то божественное проведение, скорее всего. Здесь нет никакого-то рецепта, откуда эти идеи брать. Нужно просто действительно анализировать рынок, анализировать, что делают конкуренты, что делают партнеры. А вы берете какой-то международный опыт? Безусловно, безусловно. Опыт международный очень важен, просто он достаточно часто, он может быть неприменим. Допустим, вот сейчас есть очень серьезная большая проблема, хотелось бы рассказать, что во многих странах, допустим, в Европе, у нашей компании, у других компаний есть возможность передавать продукты, которые остаются на складах, которые уже не успеют доехать до ритейла, которые абсолютно качественные, которые абсолютно соответствуют всем нормативам, у них сроки годности вполне себе нормальные. их можно передавать на благотворительность. Почему? Потому что законодательство, естественно, налогообложение позволяет это делать, и это гораздо выгоднее, то есть это вместо возможности сэкономить на налогах. У нас, простите за такую вот ремарку, у нас дешевле уничтожить. И это очень грустно, потому что действительно, да, многие компании сейчас пытаются, и мы пытаемся работать в этом направлении, чтобы каким-то образом это минимизировать, но в итоге получается, что продукт легче уничтожить, это будет дешевле компании, чем ему передать на благотворительность. Это нонсенс, потому что действительно огромное количество людей в этом продукте может нуждаться. То есть, словно говоря, вот он есть на... Приведу пример, как это делается. Есть склад, да, все точки торговые рядом с этим складом, они уже заполнены. Если мы повезем эту продукцию в какой-то другой регион, мы не успеем доехать по причине того, что срок годности остался небольшой. Но вот здесь же есть люди, которые хотят эту продукцию получить бесплатно, понятно, но им просто нужна физически, потому что им там сегодня нечего поесть. А мы это сделать не можем, ну да, мы можем, конечно, это сделать. Ну, по загадательству, у нас получается, что у нас в полтора раза дороже это все передать им, чем нежели мы просто уберем и уничтожаем это в печенье. И это очень грустная история. Да, очень грустно. Давайте мы о чем-нибудь хорошем в конце программы поговорим. А что бы вы хотели еще осветить? Потому что у нас остается буквально три минуты. Вот я знаю, что у вас есть Кубок наций, который на протяжении огромного количества времени уже присутствует на территории России. Вот, это же тоже интересный проект. Это очень хороший проект, да, действительно. Здесь он скорее, знаете, действительно такой совсем социальный, потому что мы пытаемся дать возможность мальчишкам, которые вот просто обычные ребята там из дворовых команд, которые играют в футбол, дать им возможность осуществить свою мечту, поиграть в футбол и в итоге выиграть. И в качестве награды они смогут ехать на международный финал этого соревнования Кубок наций Данон. В прошлом году он проходил в Варшаве, до этого он был в Мадриде, в этом году он будет в Лондоне. Количество участников увеличивается от года в год? Да, безусловно. То есть мы сейчас, мы работаем здесь с Министерством спорта, с РФС, мы работаем в рамках турнира «Кожаный мяч». Мы являемся как раз, вот, младшая группа турнира «Кожаный мяч» является, собственно говоря, вот этой национальным турниром для Кубка наций Данон. И мы здесь помогаем ребятам, которые в итоге выигрывают. В данном случае вот у нас сейчас в этом году поэт-чеченская команда. Ребята замечательно отыграли в прошлом году. У нас так получается, что победитель прошлого года и следующий. Вот, и они абсолютно просто из села команда, и ребята там, ну, совершенно сейчас у них сумасшедшее ощущение, то, что они едут в Лондон. Есть, я очень надеюсь, что это все будет мероприятие покрыть на Уэмбли. То есть ребята, которые просто там когда-то просто где-то могли только видеть по телевизору или там в интернете, действительно у них раскрываются глаза. По прошлому году мы даже, вот мы были в Варшаве, были на том же стадионе, на котором шли как раз четвертьфиналы. По-моему, это был Кубок Европы, если я не ошибаюсь. Вот, и когда ребята стоят уже рядом с нашим послом, Зинадином Зиданом, да, то это просто, ну, то ощущение, когда ты видишь вот эти глаза детские, которые, у них просто, у них они вообще не понимают, что это происходит. Это с ними или не с ними. Это очень хорошая история. Поэтому хотелось бы опять-таки рассказать про молочную бизнес-академию, потому что мы вот планируем на 25 июня ее открытие. Вот, опять-таки, если, я надеюсь, что программу смотрят какие-то люди так или иначе связанные с молочной отраслью, всех опять-таки приглашаем нас в Липецк, в село Вербилово, на это замечательное открытие. Мы будем стараться, чтобы там было интересно, чтобы люди увидели, что такое тренинговая ферма современная. Вот. И, понимаете, тут, наверное, есть смысл закончить свою всю эту речь цитатами. Первое – это цитата нашего основателя Антуана Рябу. Он говорил о том, что компания не заканчивается у ворот фабрики, что мы живем в каком-то общем большом мире, и мы должны понимать, что мы не единственные, кто вот находится здесь. Мы должны заботиться также о той социальной сфере, в которой мы находимся. И его же слова практически полностью цитируют, ну, можно сказать, немножко перефразируют его сын, который на сегодняшний день является CEO нашей компании. Он говорит о том, что компания не может быть экономически успешной в социальной пустыне. То есть, значит, что если мы, да, безусловно, можем заработать много денег, но как только мы перестанем обращать внимание на ту социальную среду, в которой мы работаем, и наш бизнес зачахнет. Поэтому хотелось бы сказать, что действительно, мы стараемся на сегодняшний день работать со всеми социальными группами, с которыми у нас идет взаимодействие. Мы стараемся сделать так, чтобы все наши проекты и касались этих социальных групп, и помогали им каким-то образом развиваться вместе с нами. На такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам огромное, Юрий. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами была программа «Этика бизнеса». Еще раз повторюсь, что в программе у нас участвовал главатчик Юрий, менеджер по связям с государственными органами компании «Данон Россия». А с вами была программа «Этика бизнеса» и ее ведущая я, Галина Артеменко. До свидания.